Три бывшие советские республики Украина, Грузия и Молдавия подписали соглашение с Европейским Союзом, которые можно назвать историческими. По мнению The Washington Post, для этих стран открываются новые пути в западном направлении. Киев, Тбилиси и Кишинев надеются пойти по стопам Польши и стран Балтики, которые были государствами Восточного Блока и стали членами ЕС, экономика которых показала значительный рост за 23 года после распада СССР, говорится в статье. Издание напоминает, что Россия оказывала серьезное давление на своих соседей, чтобы они не подписывали эти соглашения об ассоциации с ЕС. Украина, Молдова и Грузия подвергаются сильному давлению. В том числе это угроза запретить экспорт и ужесточить правила иммиграции, а также опасность укрепления сепаратистских движений. Но лидеры всех трех стран заявляют, зловещий тон Москвы как никогда убедительно демонстрирует, почему эти страны должны выбрать иной путь. Российские угрозы для Молдовы были далеко не завуалированными. В мае после визита в Приднестровье вице-премьер Рогозин пригрозил вернуться на самолете, оснащенным ядерным оружием, после того, как его официальный самолет столкнулся со сложностями при получении разрешения на пролет через воздушное пространство на обратном пути. Продолжает тему соглашения Украины с ЕС и Wall Street Journal. Подписание грозит новым обострением отношений с Москвой. Граничащие с Россией страны видят во вхождении в ЕС способ защитить себя от потенциальной российской агрессии, считает издание. Европейский Союз подписал в пятницу весомые торгово-политические соглашения с тремя странами, тем самым Союз продвигает свое влияние на восток, но потенциально провоцирует новое обострение отношений с Россией и в без этого сложное время. Соглашения с Украиной, Грузией и Молдовой, которые устанавливают более низкие торговые барьеры и способствуют демократическим реформам, подготавливались не один год. Но они были поставлены под сомнение в прошлом году, когда Москва с новой силой начала критиковать соглашение с ЕС. Россия, которая в марте аннексировала Украину, Крым сказала, что она может нанести ответный удар по трем странам путем сокращения торговых связей. Но лидеры ЕС хотят показать, что они не позволят вновь агрессивной России сдерживать их от радушного приема стран в европейскую орбиту. Многие граничащие с Россией страны тем временем стали еще больше прилагать усилий для вхождения в состав ЕС, находя в этом способ защитить себя от потенциальной российской агрессии. Гнев Москвы не заставит себя ждать, об этом пишет французская Лю Фигаро. Издание полагает, что для Молдавии очень высокий риск большого разочарования в отношении Европы. А для того, чтобы молдавские производители смогли на равных конкурировать с европейскими поставщиками, потребуется 10 лет реформ и инвестиций. Было бы оптимистично думать, что Россия не станет ничего предпринимать. В августе Россия начала против Украины торговую войну. Она же существенно усилила напряженность в октябре-ноябре прошлого года, когда страна хотела подписать это соглашение об ассоциации. Россия готовится повысить таможенные сборы для защиты своего рынка от европейских товаров, идущих через Молдову. Да и Грузия, пытавшаяся после пятидневной войны 2008 года сократить свою зависимость от России, остается уязвимой к российским санкциям, поскольку объем ее экспорта в Россию сейчас выше, чем когда-либо с момента обретения независимости, говорится в статье. Но самой сильной реакцией Кремля следует ждать Украине, полагают западные аналитики. Эта страна в прошлом году направила в Россию 25% своего экспорта, столько же, сколько и в ЕС. Две крупнейшие американские лоббистские организации осудили введение новых санкций в отношении России, пишет The Financial Times. Ранее сообщалось, что Национальная ассоциация промышленников и торговая палата США опубликует свое совместное заявление в ряде ведущих мировых газет, в том числе The Financial Times, The Hill, The New York Times, Politica, Roll Call, The Wall Street Journal и The Washington Post. Авторами заявления являются главы Национальной ассоциации промышленников и торговой палаты Джейм Тиммонс и Томас Донахью. Они считают, что введение новых мер против Москвы несет вред американским компаниям. Донахью также напомнил о неэффективном американском эмбарго на поставке пшеницы в регион. В заявлении также подчеркивается, что самым эффективным способом усиления глобального американского влияния является возможность поставлять товары и сервисы другим странам, в том числе благодаря многосторонней дипломатии. Как уточнил вице-президент по международным делам Национальной ассоциации промышленников Линда Демпси, ее организация не выступает против санкций как таковых, однако считает, что введение односторонних мер не сработает.